Дальний Восток 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 годовой от совсем маленького возраста до очень почтенного возраста публика сидит в зале и это уже дает какой-то отпечаток потом мне кажется что сейчас мы шоу имеет такой огромный интерес потому что люди знают что они придут придут на настоящее представление на представление мирового класса как делается это за рубежом как делают звезды большой величины только которые конечно сопровождаются их шоу большой пиротехникой большими так скажем техническими всякими достижения конечно здесь нет это да это вот единственное что немножко отличает маршоу от столичных шоу ли за рубежом а так публика приходит она хочет видеть праздник я хочу тебе сделать комплимент вы знаешь за что вот именно за уважение к этой самой сцене на которой мы с тобой сейчас сидим почему вот буквально совсем недавно была фабрика звезд вот понимаешь снимаешь концерт люди выходят в рваных джинсах в футболках то есть в том в чем они могут выйти со сцены и пойти по улице у тебя чистые костюмы что самое главное чистые и ты видишь уже праздник на сцене это для тебя достаточно принципиальный вопрос конечно это моя профессия и потом как бы ни была может быть уместно не уместно такая пословица падежки встречают по уму провожают я никогда не позволяю не себе не актером выходить не опрятными на сцену сцена это святое сцена это то что на всех кормит и не только нас вокруг моего шоу работает более 30 человек это и пиар-компании и продюсерский центр и костюмеры и гримеры и так далее так далее это большой цех большой цех людей которые ведут этот шоу и для того чтобы заработать хорошие деньги надо выходить опрятно на сцену чтобы публика пришла только на праздник и аромат духов аромат чистоты этих костюмов он должен сразу выходить в зал в публику в нашем с тобой интервью два года назад ты говорил о том что тебе безразлично какое звание имеет артист ты остаешься на этих же позициях да то есть это не как-то горел не народный артист артист из народа совершенно верно я артист из народа но не делал в звании дело наверное умеешь ты вести хорошо свою профессию и достойный ты и звание артиста а звание присваивает народ если он тебя любит народ он приходит за если он не любит он не будет ходить за это и звание ты из тех знаменитых личностей у которых мы есть море противников и море поклонников но если определенное обстоятельство такое странное как только стоит тебе появиться на экране или выступать по радио или напечататься в газете это и те и другие будут смотреть тебя по телевизору слушать по радио читать газете точно так же они сейчас смотрят простые вопросы с борисом моисеевым даже твои противники в чем твоя сила притягательности мне кажется люди не в зависимости даже от вероисповедания сексуальных каких-то там плюсов минусов ориентации национальности где бы они ни жили мне кажется всегда людям интересно общаться с человеком который имеет внутри свою историю который может рассказать смотря людям глаза эпизод своей жизни и ему не будет стыдно за это то есть как говорят просто люди надо уметь отвечать за свои поступки и слова я думаю один из тех немногих актеров которые наверное могут это позволить себе делать и делают протяжении многих лет и в этом есть моя сила и наверное в этом есть моя мудрость я никогда не перед кем не заискиваю я что чувствую то и говорю а я был прав когда назвал твой концерт исповедью но дело в том что так нельзя сказать что то есть исповедь что-то нет что-то играется потому что эти жизненные истории кто-то должен играть разлуки предательство ревность вот такие эмоциональные чувства скажи пожалуйста глухонемая любовь это талисман который ты не из одного концерта никогда не вычислишь дело в том что я может быть и убрал бы его у меня очень до публика не дает совершенно верно и мне все равно приходится ее работать и она уже стала таким символом моим и глобальным таким штрихом моего шоу что она дает и пик и публика его ждет и это хорошо глухонемая любовь стучалась в окнах глухонемая любовь стучалась в дверь глухонемая любовь глухонемая любовь на твоем официальном сайте есть такое забавное извлечение никогда не бойся делать то что ты не умеешь помни что ковчег был построен любителями а профессионалы построили титаник но дальше не буду цитировать что там дальше написано вот может быть такой провокационный немножко вопрос да но ты не умеешь петь но не боишься этого делать может так сказать не так нельзя сказать я умею умеешь да я умею чтобы тембр но естественно у меня особый тембр голоса у меня просто нет больших вокальных данных но я считаю что мой образ и все то что я показываю на сцене в шоу мне хватает моего диапазона голосового а тембр он мой индивидуальный специфический не на чине на кого не похожий репертуар тоже у меня очень специфический не на чине на кого нигде не похожий поэтому публика очень с интересом относится к моим и новым диском и новым работам и новым шоу и 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 Eagles и и на всякие какие-то очень такие острые моменты человеческих отношений. Я не делаю сильные акценты. Я это проскальзываю, как перелистывая бумагу. То есть я иду дальше. Мне интересно дальше быть. Понимаете? А вот это все уже пустяки, это мелочь. И зачем это повторять все? И меня, вы знаете, меня публика больше вот сейчас таким принимает. Она стала видеть, как относиться ко мне. Если раньше не сидели в шоке и не знали, уходить или что делать, что делать с людьми, уходить с зала или оставаться, то сейчас она кайфует и не хочет уходить из зала. Вот это важно. Когда я в прошлый раз произнес твой возраст, ты практически на меня почти накричал. Ты и сегодня не хочешь, чтобы вслух это говорили? Почему? Я опять-таки к этому отношусь уже, так сказать, более спокойно, потому что, ну что, возраст. Возраст есть возраст. Ну, полтинник, ну, полтинник, и что? Если бы я там был старый, вонючий, грязный, без волос, там, без зубов, там, еще чего-то. Так я нормальный, красивый мужик. Если ты любишь кого-то, дай ему свободу. Это твои слова. Если он вернется, то знаешь, что он твой. Скажи, пожалуйста, ты всегда был свободным человеком? Да. И вообще можно в нашей стране оставаться свободным? Конечно. Я тебе расскажу такой момент. Буквально несколько дней назад мне сказали, что мои и мобильные, и домашние телефоны прослушиваются. Я сначала, как-то, знаешь, так опешил, а потом решил, все работает на имя. Так вот, в нашей стране свободным можно оставаться? Конечно. Можно? Да. И ты был свободным? Да. И даже когда запрещали выступать? Да. Конечно. Пуркуапа, а почему? А почему нет? А личность разве может быть с кем-то закрытой? Если она личная. Конечно. Если в ней есть своя харизма, есть личность, кто может ее запретить? Никто. Почему ты так часто даешь интервью? Открываешь интернет и море интервью, то есть это часть твоей профессии? Ну, это паблисити, это перевод, это моя реклама, чтобы люди, конечно, знали обо мне больше. Лучше я буду интервью давать, чем обо мне пишут гадости. Жавчина, жавчина, чем больше слов, тем больше фальши. Жавчина, жавчина, и с каждым днем они все дальше. Мне кажется, что мир может рухнуть лишь потому, что мы забываем друг о друге. А забывая друг о друге, мы забываем о себе. Мы часто не помним о том, что Господь Бог нам дал только одну жизнь. И мы часто ошибаемся, делаем грехи на пути к истине жизни, к красоте жизни. Потому что мы торопимся жить. Я думаю, этого не стоит делать. Надо проснуться, улыбнуться, взглянуть в глаза друг к другу, или же посмотреть на себя и сказать, ты родился красивым человеком. Не стесняйся жить, любить и быть любимым. Прекрасной вам весны, огромного вам счастья, благополучия в этой жизни. Сладкое горе, по имени Боря, плачет душа, только сердце поет. Сладкое горе, по имени Боря, плачет душа, только сердце поет. Сладкое горе, по имени Боря, плачет душа, только сердце поет.